предубеждение догматизм и фанатичность мозаичность это было название темы и приступаем к и приступаем коллективному перевосмыслению для тех кому это нужно кому это не нужно просто не смотрите приветствую вас дорогая семья на возлюбленной планете уроков и свободного выбора азм есть михаил свете ангелов защиты мы есть наша тема беседы на момент сейчас посвящена очередным качеством эго вне контроля а также теме единения начать разговор мы хотели бы с того почему мы достаточно много посланий посвящаем эго не лучше ли эту тему игнорировать не напитывая ее вообще больше энергии дорогие наши души когда эго находится вне контроля у вас есть великие помощники это осознанность и любовь это позволяет держать эмоции под контролем вашего света осознанно проживая те или иные моменты игр ума вы тем самым повышаете и ваши вибрации и расширяете сознание и так очередные три качества эго вне контроля это предубеждение догматизм и фанатизм это разные понятия но природа их появление и проявление едина страх перед новым страх перед расширением сознанием страх смерти устоявшихся паттернов ума навешанных ярлыков и так далее предубеждение это свойство эго вне контроля при котором один человек или группа людей создают образ другого человека людей согласно своим либо навязанным убеждениям не меняя их до момента первой осознанности предубеждение может быть направлено против человека его взглядов и необычной непонятной и совершенно новой для ума эго деятельности предубеждение против нового признак власти эго ума охватившие сознание на момент сейчас если вы чувствуете в себе начало процесса предубеждения против нового начните светить освещать свое эго побуждая и укрепляя осознанность непредубежденность качество осознанного человека предубеждение может сложиться против наркоманов бомжей алкоголиков и так далее но подумайте возможно это старые души пришли на землю чтобы получить этот опыт и в конечном итоге попытаться найти выход из завесы уроков а потом показать путь к свободе другим и эти души все эти души показывают окружающим что данный выбранный ими образ жизни подключение к эгрегорам это не путь к свету это путь страданий это пример духовного тупика это предупреждение о последствиях любите примите эти души согрейте их словом улыбкой помощи в конечном счете предубеждение против них кармически обусловлено помните об этом среди этих наркоманов преступников бомжей и так далее есть и те кто ранее осуждал пагубность такого поведения и теперь сами проживают этот опыт именно поэтому мы вам так настойчиво повторяем от послания к посланию жирный текст осуждение ведет к дальнейшему распространению того что вы осуждаете все это связано с кармическими уроками ваше высшее я направляют вас по пути непредубежденности чистоты души догматизм догматизм это привязка к традициям правилам какими бы они не являлись по сути это не желание развиваться дальше видеть новое более осознанное новая эра эта эпоха текущего живущего здесь и сейчас человека ангела энергии повышая вибрации меняют матрицы уроков уже нет традиции на века тысячелетия нет направлений на длительное время но есть любовь покой радость мудрость осознанность единение именно это составляет путь служение текущего ангела человека не останавливайтесь на информации прошлого лишь возьмите из нее то что вам действительно нужно на момент сейчас остальное укажут вам знаки ведущие вас по пути развития души фанатизм фанатизм это вид астральной одержимости идеей человеком религии и так далее это следующий уровень погружения в игры ума после предубеждения и догматизма это высшее выражение страха перед новым и и также светом для этой одержимости является осознанность проблески разума любовь и понятие единство со всем сущим костры инквизиции это уместные уроки напоминания о том к чему приводит в кавычках омертвление информации поговорим теперь о единении в контексте данной темы послания вы ангелы-человеки для эксперимента на земле тотального погружения в дуальность выбрали метод мозаичности как средство к постепенному переходу к единению дорогие ангелы что для вас новый квантовый переход что вы под этим понимаете на момент сейчас просветление и вознесение переход пятимерный мир верно семья но этого невозможно будет достичь без единения со всем сущим через тотальную любовь ко всему начиная с человечества планеты вселенной вы сейчас совершаете переход не к эфемерной реальности вы идете друг в другу частички целого соединяются вы чувствуете это поэтому сейчас настало время подумать об очищении сознания это время пришло эго вне контроля воспринимает мозаичность как угрозу осознанность же объединяет людей благодаря этому методу света еще раз эго вне контроля воспринимает мозаичность как угрозу осознанность же объединяет людей благодаря этому методу света так что же такое мозаичность данном аспекте нашей беседы все очень просто и это вы разработали сами дорогая семья света вы все разные различные цели воплощение различные предназначения различные дары но вы все являете одно эго пытается свести вас к соперничеству и сравнению но поймите как вы можете сравнить картину одного художника с картиной другого это два шедевра это два разных предназначения представьте что бы было если бы все художники земли рисовали одно и то же это невозможно не правда ли поэтому сравнить одно предназначение с другим может только эго вне контроля ощутить единство всех предназначений их уникальность может только осознанность поэтому художники рисуют разные картины поэты пишут уникальные стихи челленеры получают эксклюзивную информацию и так далее каждый видит свой кусочек мозаики но он этот кусочек из общей картины и как же можно оспаривать существование определенного кусочка мозаики без него не получится целостной картины как только человек выходит из кармического круга осуждения предубеждения догматизма фанатизма зависти соперничества мстительности он она понимает что все абсолютно все уникальны но едины в любви и свете Михаил мы есть в в в в Продолжение следует...